Этот один из самых красивых саркофагов, найденных на территории Рецесраэль, раскопан в городе Шкелоне. А Шкелон – один из древнейших городов этой земли, где, кстати, происходила известная история филистимлянки Далилы с еврейским героем Самсоном. Еврейское поселение на месте древнего ханаанского, а позже филистимлянского Аскалона, основано в 1948 году, так что современный Шкелон – ровесник государства Израиль. В 2013 году ему исполняется 65 лет. В честь легендарного Самсона, крупнейший район Ашкелона, назван Шемшона, а центральный городской пляж носит имя его возлюбленной – Далилы. События библейской истории о том, как коварная Далила остригла Самсона, лишила его богатырской силы и отдала в руки своих соплеменников филистимлян, происходили в XII веке до н.э., то есть больше трех тысяч лет тому назад. Спустя два столетия филистимляне или плештин были изрядно побиты еврейским царем Давидом, позже – вавилонским набухо-доносором, а затем бесследно исчезли. Впрочем, не совсем бесследно. Вспомнив об этом морском народе и желая наказать евреев за восстание Барковбы, римский император Адриан переименовал иудеев в Палестину. Было это уже во II веке нашей эры, в 135 году. Ну а VII века арабские завоеватели называют страну на свой лад – фолосты. Но мы перескочили через многие эпохи. Ашкелону – более четырех тысяч лет. В археологическом парке сохранились следы и древнего Ахнаана, и греков, и византийцев, и крестоносцев. Этот город находится на этом же самом теле, то есть кургане, которым были все эти периоды. Это самые древние арочные ворота, которые найдены были где-либо в мире. Им 3700 лет. Они построены из глины. Археологи говорят даже такое очень интересное слово – хемар-боц из грязи. Это были северные ворота города, которые выходили на направление Яфа или, можно сказать, современного Дель-Авива. Рядом, то, что мы с вами видим, вот эта стена – это уже периоды крестоносцев. Здесь была крепость крестоносцев. Они построили свой город, воевали здесь с арабскими различными племенами. Это была одна из важных крепостей крестоносцев. Всего крестоносцы были 50 лет. Крестоносцы построили свою крепость на остатках стен и вала бронзового периода с толщиной в основании 21 метр и высотой 15. В то время Ашкелон был самым крупным морским портом Фнанского царства. Здесь начинались и заканчивались большие торговые пути. С этим, скорее всего, и связано название Ашкелона – с корнем «Шекель». В национальном парке можно увидеть живописные руины древних еврейских синагог и колоннады Ирода, кстати, уроженца Ашкелона. Большая часть древнего города погребена под морскими песками. Но море, подмывая берег, то и дело одаривает горожан – то мраморные колонны, то статуи крылатой Ники и Леофродиты. Местный краевед рассказал удивительную историю находки двух прекрасных греческих саркофагов, откопанных во время строительства вилы. «Говорят, что это самые красивые саркофаги в мире. Им нет равных. Это был счастливый случай, и я был к нему причастен. В шесть утра мне позвонили два друга, которые работали на стройке. Сказали, что нашли что-то. Мы пришли, увидели саркофаги и трактором вытащили их наружу. Потом специально для них построили этот павильон. Это два саркофага из мрамора, которые были характерны для римско-греческой эпохи. В Израиле есть разные саркофаги – древнеегипетские, филистимлянские. Даже у евреев были приняты маленькие саркофаги и свинца. Но на такие мы наткнулись впервые. Это говорит о том, что эти саркофаги не были изготовлены в Израиле, а привезены сюда морем из Греции. Видимо, торговец из Ашкелона завозил их и продавал. Возможно, рядом, кроме этих двух, под виллами и коттеджами, есть еще такие саркофаги. Море у берегова Ашкелона – свидетель всех эпох, завоеваний, набегов, расцветов и разрушений. Такое же синее необъятное, как и многие тысячи лет тому назад. Но уже не такое свободное. У берега оно взято в плен огромными волнорезами. Причем построенными таким образом, что волны постепенно намыли три живописные песчаные лагуны с прекрасными пляжами. Ашкелонская марина принимает сотни яхт со всего мира. Туристическая зона с большим парком, кафе и ресторанами тянется на 12 километров вдоль морского побережья. Новый Ашкелон – это красивый, современный белый город. Один из самых зеленых в Израиле. Здесь 113 тысяч жителей. Есть большой медицинский центр «Барзилай», академический колледж, где учатся 5,5 тысяч студентов. Инфраструктура есть, все есть. Цена намного дешевле, чем в других местах. И практически весь город говорит на русском языке. Тут 40 тысяч русскоязычных. Практически везде абсолютно себя чувствуют, как дома туристов. В общем, все, чтобы жить, учиться, отдыхать. Иногда, правда, под железным куполом. Но это уже тоже часть нашей ближневосточной экзотики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова